Из-за сложившейся паводковой ситуации во многих районах Краснодарского края, в том числе и в Славянском районе, сохраняется опасность подтопления территорий населённых пунктов. В нашем следующем материале мы расскажем о том, как нужно себя вести в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а именно подтопления. Состояние уровня воды в реках Протока и Кубань в нашем районе контролируется постоянно, так как имеется угроза подтопления отдельных населённых пунктов. В связи с этим жителям необходимо быть бдительными и знать, как действовать при возникновении чрезвычайной ситуации. Вот такой сигнал означает внимание всем. Именно он является вестником чрезвычайной ситуации. Услышав это оповещение, в первую очередь жителям необходимо получить информацию о ситуации. Для этого необходимо включить радиоприёмник или телевизор на тех частотах, которые транслируют местные радиоканалы или телевидение. Прослушав сообщение, необходимо выполнить ряд действий. Итак, слушав вот этот вот сигнал, внимание всем, как я раньше говорил, и получив указание уже об катастрофическом затоплении и эвакуации, и измене затопления, нужно на машинах покинуть район затопления и выйти в безопасный район. Это возвышенность, либо перебраться на дома многоэтажной постройки. Если нет автомобиля, то необходимо выйти на пункты сбора для эвакуации. Пункты сбора определены в каждом населённом пункте. Их бывает по два, по три, в зависимости от протяжённости населённого пункта. Туда прибудут организованы автобусы, и люди будут вывезены в безопасные места. Также руководствоваться можно специальной памяткой для населения, где описаны действия в чрезвычайных ситуациях. Они разработаны в нашем районе и распространены жителям во всех поселениях. Вручают жителям памятки квартальные в индивидуальном порядке. В случае чрезвычайной ситуации или каких-то непредвиденных ситуаций нам администрация вручила, доверила, так как мы члены комиссии по этой ситуации чрезвычайной, чтобы мы прошли по своим посёлкам, поселениям, побеседовали с людьми, вручили им памятки, сказали, куда идти, как себя вести, что с собой брать. О том, что у нас имеется сирена в случае, будет звучать в случае чрезвычайной ситуации. Автомобили будут ездить с микрофонами, сообщать, куда идти, как себя вести. При угрозе возникновения подтопления на случай экстренной эвакуации подготовьте заранее тёплую одежду, документы, медикаменты и суточный запас продуктов питания. Если вы будете вынуждены покинуть свой дом, необходимо отключить электроэнергию, газ. Помните, от ваших знаний и правильных, чётких действий зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких. Тина Копачевская, Георгий Калинин, программа «События».